Музыка На самом деле это очень важный проект для города, потому что сразу две организации, два предприятия принимали участие в реализации данного проекта. Это комбинат надомного труда и территориальный центр социального обслуживания населения. Грант посольства Республики Польши был выделен в сумме 66 700 евро. В соответствии с этим грантом на комбинат надомного труда были приобретены 25 единиц оборудования. Соответственно, создано 25 новых рабочих мест оборудования. Это очень современные, это и швейные машины, и оверлоки, и пуговично-пришивочные машины, и плотер. Кстати, вот такое оборудование, как плотер, оно для наших швейных предприятий эксклюзивное. Я хочу сказать о том, что тут очень большое конкурентное преимущество комбинат надомного труда, конечно же, заимел с приобретением этого оборудования. Что очень важно, конечно, важно то, что на сегодняшний день, ну так и называется, этот проект повышения трудового потенциала молодых инвалидов в городе Барановичи. Из этих 25 новосозданных рабочих мест на 15 будут работать инвалиды. И в рамках вот этой программы мы обучили их специальности швия в нашем колледже сферы обслуживания. Значит, и на сегодняшний день, конечно, эти люди, которые не могут конкурировать на равных на рынке труда, получили замечательную возможность работать для того, чтобы стать самодостаточными людьми, для того, чтобы зарабатывать на жизнь себе, на жизнь своих семей. Что касается самого комбината надомного труда, я хочу сказать, что при грамотном подходе менеджмента мы проанализировали, значит, вот используя это оборудование, комбинат, в принципе, может выйти на увеличение объема производства до 50%. Это очень и очень серьезно. Ну, а вторая часть этого гранта, это 36 тысяч евро, были потрачены на приобретение автомобиля для перевозки инвалидов, колясочников. Ну, вы, наверное, знаете, что у нас до 2017 года в городе было одно социальное такси, оно было довольно-таки изношенное, поэтому вопрос этот у нас постоянно возникал. И вот в 2017 году мы купили еще один автомобиль за счет бюджетных средств, который на сегодняшний день выполняет функцию социального такси. Ну, и это уже третий автомобиль, который в рамках проекта приобретен для территориального центра социальной защиты населения. Этот автомобиль будет привозить инвалидов на работу и отвозить их с работы на комбинате надомного труда, а в остальное время, конечно же, он будет тоже выполнять услугу перевозки наших инвалидов-колясочников, которые очень востребованы в городе.